Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Правда. Музыка. Свобода. 12 часов в 3 минуты в Екатеринбурге. Это Радио Комсомольская Правда. 92,3 FM. Екатеринбург. 96,6 Нижний Тагилу. 89,5 город Серов. Друзья, мы стартуем. У нас сегодня необычная правда музыка свободы. Правда. Музыка. Свобода. Юбилейная. Радио Комсомольская Правда. 31 января 2021 года исполняется 10 лет. В Екатеринбурге, конечно же, который вот вещает. Ну и без лишних пауз. Давайте умножим. Мы же про музыку в конце концов. Кстати, вы нас можете смотреть на YouTube, ВКонтакте, на Facebook. Идет видеотрансляция. Я с удовольствием представляю Euroband. Танцующий оркестр Александра Павлова. Они у нас стартуют сегодня с музыкальной части. И будет огромное количество номеров. Такого количества музыкантов сразу у нас еще ни разу не было. Александр, стартуйте, начинайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Екатеринбургский центр МНТК микрохирургии глаза. Искусство возвращает зрение. Также наш партнер сегодня Екатеринбург ГАЗ на страже вашей безопасности 24 часа в сутки. А вы знали, что сегодня мы разыграем призы от нашего партнера Додо Пиццы? Заказ можно совершить на сайте или через приложение Додо Пицца. Выбери то, что тебе по вкусу. Курьер задержался, не успел за 60 минут. Готовьтесь получить сертификат на пиццу в подарок. Я с удовольствием приветствую в нашей студии Светлану Учайкину, министра культуры Свердловской области. Светлана Николаевна, здравствуйте! Добрый день! Поздравьте нас уже! Поздравляю! С чем? А с чем вы хотите с тобой поздравлять? Это был вопрос на засыпку, на самом деле. Нет, кроме шуток, абсолютно. Я рад, что вы к нам присоединились сегодня. Очень рад. Слушайте, прошлый год был непростой для культуры вообще. Для всех был непростой, для культуры в особенности. Скажите, пожалуйста, как пережили год, чего нам ждать в этом году? Ведь у нас был локдаун, концерты, выставки отменялись, театры переживали тоже не лучшие времена, потому что там рассадка была не очень такая. Ну, она и остается, надо сказать, до сих пор. Но вместе с тем я хочу сказать, что вот этот локдаун дал возможность нам изучить новые технологии и применить их в своей работе. Вначале очень испуганными шагами мы начинали выходить в режим онлайна. Но этот режим нас научил многим таким компетенциям, которые сейчас, несмотря на то, что мы надеемся, что в скором времени будут ослабевать все ограничительные меры, но часть самых удачных проектов, которые были в режиме онлайн, они, конечно, останутся. Они, конечно, останутся. А назовите, какие удачные были. Несерьезно абсолютно, правда интересно. Ну, например, мы проводили, например, Ночь музеев, которая была в режиме, так сказать, оффлайн, и посещали в 2019 году. И у нас было чуть больше 20 тысяч посетителей за всю ночь. В 2020 году она проходила в режиме онлайн, и мы с удивлением отметили рост посещений в этом режиме, и свыше 300 тысяч жителей области смогли посетить. Это дает равные возможности жителю, который живет в Алапаевске, зайти на сайты учреждений, познакомиться с экспозициями, ну и так далее, и так далее. А потом, как только были разрешены мероприятия, спектакли, концерты на открытом воздухе, новый для себя формат нашла, например, наша академическая филармония, которая концерты отрабатывала для публики в парке Маяковского, в торговом центре Мега. Потом они устроили в саду Вайнера замечательную программу, которая была настолько востребована. Вот от этого мы отказываться не будем. И возможность работы на открытом воздухе, на открытых площадках, это было такое вспоможение, особенно для частных театров, и Каледать театр, и Театрон. И очень многие... Про это мы поговорим еще обязательно. Да, очень многие они смогли выступать перед зрителями, ну и какие-то определенные финансовые возможности свои поправить. Скажите, пожалуйста, можно я вам глупый вопрос задам? Ну, давайте. Министерство культуры, вы занимаетесь чем? Я поясню сейчас свой вопрос. Потому что вот мы, в принципе, тоже так или иначе относимся к культуре. Художники уличные тоже, ну те, которые в смысле действительно художники, относятся к культуре. Но они вроде бы в деятельности вашего министерства не охвачены. Исправьте меня, если я не прав. Прежде чем придете к вопросу, я вам сразу же поясню просто. Хорошо. У нас существуют творческие союзы, да, союз театральных деятелей, союз композиторов, союз художников, который объединяет людей, профессионально занимающихся. Плюс еще фестивали типа сценографии, например. Ну, безусловно, безусловно. Конечно, и поэтому каждый творческий союз может выдвинуть какой-то проект, какого-то художника, его работы на получение грантов, на получение субсидий для реализации того или иного проекта. И поэтому этим очень многие пользуются. И мы считаем, что таким образом мы можем помочь художественному сообществу. Как это происходит? Вот смотрите, я, например, начинающий художник, музыкант, писатель, в частности, да, где я могу найти информацию о том, что я могу претендовать на какой-то грант? Как мне понять, что я дорос до этого гранта? Расскажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, гранты и субсидии, которые распределяются комиссией, специально созданы. И вся информация об этом есть на сайте Министерства культуры. Сроки подачи документов, какие документы, и если будет поддержка, ну, вот, скажем, сообщества профессионального, как я уже говорила, да, там, союз художников, союз писателей, союз композиторов, то рассматривая, выделяется как начинающим молодым, да, такие субсидии, так и признанным мастерам, которые, ну, вот, допустим, я хочу написать там книгу, я, например, являюсь Юлией Константиновной Матафоновой, например, да, и у нас для мастеров тоже есть субсидии, рассматривается комиссионно-тайное рейтинговое голосование, и по результатам этого голосования у нас получают те или иные люди, за которых проголосовали члены комиссии, они получают такое вспоможение. Потом они на эти средства выполняют заявленное дело, свою ту работу, и отчитываются там, да, но все-таки, смотрите, в сфере культуры, как ни в одной другой сфере, ну, то есть ни в одной другой сфере нет такого количества, назовем это так, вкусовщина. Я не очень люблю это слово, но вы понимаете, о чем речь. То есть когда очень много субъективного, и очень много, знаете, лежит в плоскости нравится-не нравится, да, в плоскости эстетического воспитания самого, ну, или самих членов жюри того самого тайного, как быть с этим? Ну, тут никак не быть с этим, потому что мы говорим о том, что у нас сегодня есть Каледа-театр, и создатель этого театра Николай Владимирович Каледа, который ставит те спектакли по тем драматургическим произведениям, которые для него являются интересными. Нравится это кому-то, не нравится, это другой вопрос. Но я вам хочу сказать, что зрители, покупая билеты в театр на постановке Николая Владимировича, они тем самым голосуют за... Рублем. Рублем, конечно. И Николай Владимирович у нас является, ну, грантополучателем. Скажем, фестиваль Каледа-Плейс он поддержку получает в прошлом году, и в этом году он получил 3 миллиона на свой фестиваль Каледа-Плейс. И то, что Николай Владимирович, он ставит, скажем, вот сейчас идет неделя Бажова, и в Камерном театре в его постановке идет спектакль «Дедушка и Даренка». Поэтому он многоплановый, многообразный. Я была очень рада тому, что он был приглашен, скажем, в театр Вахтангова, и был поставлен спектакль по его же пьесе. И этот спектакль, ну, я не знаю, ему еще года нет, этому спектаклю. Он очень востребован московской публикой. И артисты, которые заняты, артисты театра Вахтангова, довольны опытом работы с таким мастером. Потому что вот театр Петра Фоменко, да, Петра Наумовича Фоменко, это был тоже авторский театр. И сегодня, когда не стала основателем театра, и продолжается дело, ну, это другой театр, да, который сегодня развивается по законам театра, но он сегодня, ну, лишен, может быть, концепта, который закладывал Петр Наумович, создавая этот театр. И это же ведь здорово, что есть авторские театры, есть театры, которые репертуарные, которые сохраняют свой репертуар, пополняя теми или иными спектаклями. Вы сами упомянули, уж простите меня, не могу не задать вопрос про Калиду. Каляда объявлял, вы так, кстати, такое лицо делаете? Ну, серьезно, вы упомянули. Он этим летом планировал объявить голодовку. Помогли? Помогли. Как? Ну, я не могу сказать обо всех нюансах. Ну, Каляда у нас один, черт возьми, простите. Да, и Каляде помогли. Каляде помогли. И я могу сказать, что это было, прозвучали его фразы где-то в начале июня, а уже в середине июня были разрушены спектакли на открытых площадках. И сегодня я могу сказать, что и филармония, большая и маленькая, и, значит, детская, я имею в виду, да, и театры, они сегодня работают очень четко, поскольку сегодня 50% заполняемости зала дает им возможность и играть, представляя спектакли, и премьеры. Вы посмотрите, театр кукол, собака камень, театр драмы, совсем, вот буквально два премьерных спектакля прошли, сегодня и вчера премьеры в театре музыкальной комедии, одолжите тенора, ну и так далее. То есть жизнь активно, она продолжается, но в определенных условиях. Ну, видимо, эти условия надолго, нам придется перестраиваться, да, но тем не менее мы сюда пригласили, я просто напомню, юрлбэнд, танцующий оркестр Александра Павлова. И у нас мероприятие, вообще-то, называется «Правда. Музыка. Свобода». И с удовольствием, я надеюсь, с удовольствием вы сыграете нам что-нибудь еще. Как называется произведение, Александр? Септембр. О, классный, кстати. Аранжировка Александра Павлова в переложении для духового оркестра, замечательная композиция. Юрлбэнд, танцующий оркестр Александра Павлова, Септембр на радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Комсомольская правда. Аранжировка Александра Павлова. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам огромное, спасибо вашим музыкантам. Такие у него маленькие музыканты есть. Да. Александр Ильич, рассказывали об этом, да? Нет, 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 мы посмотрим еще расскажете, я думаю, да. Смотрите, я хочу напомнить про наших партнеров. Это Екатеринбургский центр МНТК микрохирургии глаза, созвездие профессионалов. Это Екатеринбург ГАЗ на страже вашей безопасности 24 часа в сутки. А вы знали, что сегодня мы разыграем призы от нашего партнера Дода Пицца? Заказ можно совершить на сайте или через приложение Дода Пицца. Выбери то, что тебе по вкусу. Курьер задержался или не успел за 60 минут. Готовьтесь получить сертификат или на пиццу в подарок. Ну и напомню, что с нами сегодня Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области. Светлана Николаевна, про музеи. Давайте поговорим. Вы уже упомянули здесь ночь музеев, естественно, да? А вообще, какие меры поддержки получают сейчас музеи? Потому что, исправьте меня, если я не прав, трафик, конечно, резко упал, наверное, да? Ну, безусловно, безусловно, упал, конечно. Но, тем не менее, музей работает в привычном режиме. Если групповая заявка, она должна быть подана заранее. И там тоже ограничится не 40, например, человека 20. Но хочу сказать, что в целом, конечно, 20-й год для музеев, он был сложным, непростым, поскольку планировалось очень много мероприятий, посвященных юбилею Победы. И ряд наиболее интересных мероприятий мы переносили. И осенью состоялся в областном музее Клера показ ордена, который, орден Победы Георгия Константиновича Жукова. Мы смогли договориться с музеем военно-исторических, который перенесли и сделали возможным приезд этого арт-объекта замечательного. Кроме того, музей камнерезного и ювелирного искусства принимал у себя из оружейной палаты прекрасный шлем, который за всю свою историю жизни дважды покидал, так сказать, Кремль московский. Это впервые, когда были эвакуированы сокровища Эрмитажа, и он хранился у нас. И второй раз он приехал к нам в знак благодарности жителям города и области за то, что все экспонаты оружейной палаты были сохранены. На открытии была Елена Юрьевна Гагарина, директор музея Московского Кремля. И это тоже получился такой, на мой взгляд, очень яркий проект. «Россия. Моя история», мультимедийный парк, где к 100-летию Николая Ивановича Кузнецова открылась такая очень активная, интерактивная выставка, которая существует и до сих пор не спадает интерес. И мы записываем желающих посетить эту уставку. Ну и в конце года случилось то, что мы ожидали. Это открылся музей военной истории, кавычки, Свердловск, двоеточие, говорит Москва. Это в том месте, где в годы войны диктор... Работал левитант. Работал левитант, да. И находится в том... Это на Родичево, 8 марта. Да, 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 да. Именно в том помещении, откуда, собственно, и вещал легендарный диктор. Но хочу сказать, что работая над экспозицией, мы столкнулись с тем, что еще очень многие документы касаемо работы и пребывания Юрия Борисовича в Свердловске, они до сих пор находятся под грифом «Секретно», и они не сняты. Поэтому мы очень рассчитываем, что и дальше будет пополняться эта коллекция. Но это интересно очень побывать, посмотреть. Поэтому, кто еще не был, всех приглашаю. Что у нас с Эрмитажем, с филиалом Эрмитажа в Екатеринбурге? Работа идет? Работа идет. И надо сказать, что она практически завершена. Там, конечно, с учетом пандемии строителям можно, нельзя, в усеченном порядке. Поэтому это так немножечко по времени отодвинулось и не в 2020, а в 2021 году мы будем открывать. Сейчас остаются работы, связанные с технологическим оборудованием, светом. Но мы очень надеемся, что в первом полугодии 2021 года этот знаковый для нас проект будет открыт. Поскольку мы… Вот то здание историческое, в котором хранились тоже сокровища Эрмитажа, под выставку Эрмитажа. А самое главное, что не всякий региональный музей может похвастаться тем, что имеет собственное фондо хранилище. А вот у нашего музея появилось еще отдельно построенное, вновь построенное здание фондо хранилища, где в том числе будут проходить реставрационные работы всех картин, скажем, и работ из керамики, стекла и так далее. То есть возможности для нового всплеска, я считаю, будут для музея, который сегодня зарекомендовал себя как музей, в котором лучшая в России коллекция русского авангарда 1910-20-х годов. Там собраны лучшие работы, самая полная. Ну и, конечно же, это все, что касается Мецотинта. У нас самая полная коллекция. Да, да, да. Ну, помимо этого, они же еще привозят и фестиваль сюда. То есть устраивают, да, Мецотинта имеется в виду. И очень многие участники фестиваля оставляют в дар музею свои работы. И таким образом не только музей покупает, приобретает, но получает в подарок. И сегодня одна из самых крупных коллекций работ Мецотинта. Смотрите, кино еще мы с вами не охватили, да? Хотя, я не знаю, это подпадает в вашей свете ответственности. Ну, не совсем, но тем не менее мы им тоже занимаемся и помогаем. Одна из вещей, я дочитал интервью Светлакова, Сергея Светлакова, который сейчас занимается уже гораздо более серьезной работой, больше продюсерской даже, да, то есть, чем юморист, наверное, да? У нас, кстати, его коллеги будут в начале следующего часа уральские пельмени к нам присоединяются сюда. Прекрасно, придется задержаться. Обязательно, да. Но, возвращаясь к кино вообще, одна из вещей, которую Светлаков проговорил в своем интервью, она была посвящена тому, что... Ну, у нас есть киностудия, Свердловская, разумеется, да, но как-то вот кино сюда не очень приезжают снимать, хотя город очень фактурный, и, в общем-то, мест много таких интересных. И у нас в советское время снимали кино, и, вы знаете, на многих сайтах выложены прямо вот эти вот фотографии, значит, кадры с такого-то фильма, там, то-то и то-то и то-то. Не хватает, как он говорит, какого-то субсидирования, то есть продвижения территории, да, нашей, там, Екатеринбург-Свердловской области именно для съемок кино. Для кинематографистов субсидирование какое-то планируется вот в этом смысле какие-то подвижки. Как нам сюда их зазвать, другими словами? Они приезжают, и более того, нам есть чем похвастаться. Замечательный Алексей Федорченко со своей командой 29 февраля, и вот как раз полторы недели назад была встреча губернатора области с Алексеем Станиславовичем Федорченко, и было обещано, и мы сейчас предпринимаем все для того, чтобы это обещание было выполнено, для финансирования работ, связанных с постпродакшен. Фильм снят, он получил гранд Пинкультура Российской Федерации, там спонсоры, меценаты, но не хватает определенной суммы, а фильм заявлен уже на Московский кинофестиваль, который будет в апреле. Давайте поясним, постпродакшен это монтаж, графика какая-то озвучает. Да, 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 то есть подготовка уже снятых киноматериалов уже, собственно, к показу. Вот этим мы сейчас занимаемся. Потом есть договоренности, достигнуты договоренности о том, что и следующему фильму, который тоже снят Алексеем Федорченко, тоже будет оказана помощь вот тоже в постпродакшене. Ну и я могу сказать, что сегодня все акции, 100% акций Свердловской киностудии принадлежат Министерству культуры Российской Федерации. В пятницу прошлой неделе на встречу к министру культуры Ольге Борисовне Любимовой ездил губернатор вместе с заместителем губернатора Крековым Павлом Владимировичем. Который курирует эту отрасль. Да, и в том числе мы готовили материалы о том, чтобы регион мог забрать хотя бы часть акций, войти туда и уже мог бы заявлять какие-то свои необходимые для нас вещи, на наш взгляд. Это формирование кинокластера, это формирование кинокомиссии, это вопросы ребейта, да, это возврат... Ребейт — это возврат денег, да. Конечно, конечно, конечно. Потому что сегодня у нас очень многие приезжают, снимают на туру, прочее-прочее. Мы оказываем им помощь организационную, техническую, отрабатываем с теми муниципалитетами, где идут съемки и так далее. Но это, так сказать, не носит плановый такой, да, долгосрочный... Системного характера, что называется, да? Да, поэтому мы очень этого хотим. И киностудия, где вот мы совсем недавно отмечали 100-летие Ярополка Лапшина, совершенно верно, была сложившаяся практика выпуска фильмов. Но, к сожалению, сегодняшнее руководство киностудии ставит другие задачи. Может быть, с этим и связано, что контракт не был продлен с Михаилом Чурбановым. Поэтому мы очень надеемся, что ждут нас другие времена, связанные с кино. Это могла бы быть и киношкола. Это могли быть очень разные аспекты деятельности. Потому что сегодня очень высокая анимационная школа, которая есть. Сергей Сагитович Айнудинов, который возглавил студию анимации, которая у нас есть в инновационном центре культурном, в Первоуральске. И у них уже есть работы, которые говорят о том, что, ну, в общем-то, не забыто и не ушли еще стрички. И последний момент. Вот недавно закончилась... 30 секунд. ...премия «Золотой орел» анимационный фильм Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы» взял первое место. Он заявлен на нику, а летом этого года мы договорились, что мы широко презентуем этот анимационный фильм зрителям Свердловской области. Светлана Николаевна, спасибо огромное. Министр культуры Свердловской области, Светлана Учайкина... Нет, вы оставайтесь, никуда не уходите. Подождите, конечно же. Мы продолжим нашу «Правду, музыку, свободу» с Юралбендом через несколько минут после новостей на радио «Комсомольская правда». 12.33 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», обещаемый в Екатеринбурге на частоте 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5, YouTube, радио «Комсомольская правда» там находите, в Екатеринбурге и вообще «Комсомольскую правду». В ВКонтакте также наша страница, ну и, конечно же, в Фейсбуке. Сегодня у нас «Правда, музыка, свобода», сегодня, ну, сегодня будем говорить, радио «Комсомольская правда» отмечает в Екатеринбурге свое десятилетие. Сегодня с нами Юралбенд, танцующий оркестр Александра Павлова. «Get Lucky» сейчас нам сыграют, ох, классное произведение. Ну что ж, готовимся, и офис готовится с аплодисментами. Александр, вам слово и дирижуйте, пожалуйста. «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» Оркестр Александра Павлова в «Правде, музыке, свободе» сегодня. Спасибо вам огромное, ребята. Мы еще периодически, конечно, будем возвращаться и поговорим, конечно, с руководителем оркестра. Наши партнеры сегодня – Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». Искусство возвращает зрение. А вы знали, что сегодня уже совсем скоро, буквально минут через 10, мы разыграем призы от нашего партнера «Дода Пицца». Заказ можно совершить на сайте или через приложение «Дода Пицца». Выбери то, что тебе по вкусу. Курьер задержался или не успел за час. Готовьтесь получить сертификат на пиццу в подарок. Екатеринбург Газ еще один наш партнер на страже вашей безопасности 24 часа в сутки. И с нами сегодня представители Екатеринбург Газа. Ребят, берите микрофон, пожалуйста, один на двоих, но тем не менее. Алексей Гуденко – начальник смены аварийно-диспетчерской службы Екатеринбург Газа и Павел Нечаев – слесарь аварийно-диспетчерской службы Екатеринбург Газа. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Ну и всем нашим радиослушателям и зрителям на… Всем здравствуйте. Да, на сайте. Слушайте, я не могу не обсудить одну из историй. Просто один из вопросов, который мы хотели обсудить, что делать, если дома чувствуется запах газа. Совсем недавно, ну, может быть, это было недели две назад, ко мне в квартиру постучался сосед. И было уже достаточно поздно. Я открываю дверь, и он меня спрашивает, а вам не кажется, что газом пахнет? Я принюхался, ну, действительно пахнет. Позвал там еще своих домашних, и запах газа в подъезде был. Мы вызвали аварийную бригаду, сделали два звонка, и он, и я. И они приехали буквально минут через 5-7, наверное, и вот что-то там делали. Короче говоря, судя по всему, была какая-то утечка, да? Что делать вообще в таких ситуациях, когда, ну, есть какой-то запах газа? И вообще, кстати, еще один вопрос. Ну, давайте вы ответьте, а потом я еще дополнительно поздравляю. Что делать, когда есть запах газа? Ну, у вас... Микрофон поближе прям. При обнаружении запаха газа в жилом помещении, в первую очередь, необходимо перекрыть краны на газопроводе, То есть у себя в квартире прямо, да? На газовом оборудовании. Вызвать аварийную газовую службу по телефону 0-4, это с домашнего телефона, либо 104-112, это с любого оператора сотового связи. Открыть окна, двери, форточки в проветриваемом помещении, не включать, не выключать электроосвещение, электроприборы. Чтобы искренне было. Да. Не курить, ну, не разжигать огонь и дожидаться приезда бригады аварийно-газовой службы. В принципе, простые рекомендации. Правильно ли я понимаю, что в газ подмешивается какой-то компонент, который, собственно, запах и дает? Да? Это так? Да, сам газ без вкуса и цвета, его адеризируют. Да, без запаха, его адеризируют на адеризационной установке, чтобы обычный человек мог почувствовать его, если будет какая-то утечка газа на вашем газовом оборудовании. Понятно. Смотрите, а что делать, если есть какая-то утечка? Вот у нас в итоге оказалось, что в подъезде там что-то, не знаю, травило, как это называется. То есть это сделали без доступа к квартире. Что делать, если кто-то уехал куда-то, например, да, как у нас сейчас особенно летом бывает, запах газа? Как вы, во-первых, обнаруживаете эту утечку, да, как это технически происходит? И что делать, если это происходит в квартире, в которой никого нет? Или не пускают? Что делать? В течение 40 минут после того, как вы вызвали машину аварийной газовой службы Екатеринбургаза, в течение 40 минут она приезжает к вам и начинает делать замеры в помещении. Если обнаруживают загазованность, у нас есть газоанализаторы, обнаруживают загазованность, делают замеры в замочных скважинах, то есть обнаруживают какая-то квартира, начинают прессовать стояк и обнаруживают падение давления, просто отключают стояк, пока не будет полнейшего доступа для проверки газового оборудования в этой квартире. В дальнейшем, когда отключили стояк, они также проверяют, идут все квартиры по этому стояку Определяют, что в какой-то из квартир нет доступа, было падение давления и ожидают хозяев этой квартиры Пока они не приедут А какие нарушения чаще всего вам удается выявить, когда вы ездите, например, с какими-то проверками? И, кстати, проверяют, насколько я помню, раз в полгода, да? Чаще, реже? Как это происходит? Нет, газовое оборудование проверяют один раз в год А вентиляции? Или вентиляция это уже не ваша епархия? По-моему, где-то раз в квартал, наверное, да, где-то так приходят, да, проверяют Что делают? Какие чаще всего удается обнаружить нарушения? Чаще всего это самовольное отключение и подключение газового оборудования Когда человек делает заявку в районную газовую службу, ему говорят, срок подключения буквально неделю Он пытается после установки кухни, допустим, подключить плиту самостоятельно Но это, наверное, касается и частных домов в том числе, да? Да, конечно Плюс санитарные нормы Многие из жителей многоквартирных домов просто не смотрят за своей плитой Они бывают в очень ужасном состоянии, грязные, они забиваются и тому подобное Ну и третье, мне кажется, часто распространенное Это люди просто забывают о том, что у них что-то стоит на плите, пока занимаются какими-то своими делами в квартире А, кстати, я имею в виду, что, скорее всего, там с плиты что-то потекло из кастрюльки Горения нет, огонь погас, газ продолжает идти Это опасно Есть какой-то автоматизированный метод решения этой ситуации? Да, сегодня на многих марок плитах используется Ну, типа какого-то клапана, да? Да, он перекрывает газ, если не происходит горение пламени То есть это уже современные модели плит? Да, да, да Просто для понимания, сколько нужно, может быть, не совсем корректно сейчас задам вопрос Но чтобы стало опасно прямо То есть по газу у бабушки где-то на плите газ, горения нету, да, вот этого самого огня Газ продолжает идти Сколько есть времени для того, чтобы среагировать на такую ситуацию? Насколько это опасно? Ведь задохнуться же еще можно, в конце концов, да? Газ настолько имеет специфический запах, что, я думаю, каждый человек его почувствует И я думаю, что время есть Главное не пользоваться электроприборами Не включать их, не выключать Если вы почувствовали хотя бы малейший запах газа, находясь в другой комнате Вам надо спокойно пройти, не нервничая, пройти, посмотреть, что у вас с газовым оборудованием Открыть форточку, не включая свет, взять телефон и позвонить в 04 В 104, 04 А имеет ли смысл звонить, если я понял, что это у меня, например, да? Я уже все открыл, газ выключил, все равно позвонить имеет смысл, да? Да, для дальнейшей проверки газового оборудования Еще один вопрос, простите, что я вас так вот прямо допрашиваю Но, это вот, возвращаясь к моему случаю, меня сосед спрашивает А что, если не обнаружат утечку газа, нам с тобой, говорит, не прилетит штраф за ложный вызов? Ну, нет, ну мы серьезно, знаете, как говорится, там, полицию или скорую или пожарную вызывают ложные вызовы бывают, да? Но это плохо Но тут мы не знаем, мы не являемся, если мы видим пожар или преступление, мы понимаем, что произошло Куда звонить, кого вызывать Газ не видно, мы только можем почувствовать запах, но мы можем ошибиться, мы же не специалисты, правильно? Не будет, не будут нас прессовать за ложный вызов? Нет, никакого ложного вызова не будет, это все будет делаться для вашей же безопасности Просто приедет аварийная бригада, она проверит газовое оборудование, газовые краны, которые находятся у вас в подъезде Поймут, что нет утечек газа, нет падения давления, и вы будете продолжать пользоваться газовым оборудованием Супер, мы к вам еще вернемся, я бы хотел подключить наших слушателей Телефон прямого эфира 3850923 Прямо сейчас мы готовы разыграть уже, собственно, пиццу Ну, не совсем пиццу, смотрите, мы разыграем сегодня промокод на любые две пиццы Размером 25 сантиметров от Dodo Pizza Все, что вам нужно сделать, это позвонить нам по телефону 3850923 Ответить на несколько вопросов, ну, такая у нас будет радиовикторина Несколько вопросов, касающихся истории С самого начала радио «Комсомольская правда» здесь в Екатеринбурге Я напомню, что 31 января, вот точно 31 января, нам исполняется 10 лет Ровно 10 лет назад началось свещание, это было 31 января 2011 еще года Все, что вам нужно сделать, позвонить нам по телефону 3850923 Ответить на несложные вопросы и получить свой промокод Мы его вам скинем, разумеется, на ваш телефон Вы придете, покажете в Dodo Pizza его Или совершите покупку на сайте, заказ Выберите то, что вам по вкусу И, собственно говоря, получите ту самую пиццу 3850923, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» Если есть звоночек, дайте, пожалуйста, знать Я еще пока проговорю немножечко информацию про наших партнеров сегодняшних Это Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» Созвездие профессионалов Екатеринбург «Газ» на страже вашей безопасности 24 часа в сутки Ну и, конечно, Dodo Pizza Сегодня мы разыграем призы от нашего партнера Заказ можно совершить на сайте или через приложение Dodo Pizza Выбери то, что тебе по вкусу Курьер задержался или не успел за 60 минут Готовьтесь получить сертификат на пиццу в подарок Ну и сейчас мы зажжем звонков 3850923 Мы вас слушаем Здравствуйте! 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 Алло, мы вас слушаем Не хотят с вами говорить Перезвоните, пожалуйста, 3850923 3850923 Это телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда Я небольшой анонс сделаю того, что будет у нас в следующем часе Уже буквально через 15 минут К нам присоединятся уральские пельмени И, ну, я думаю, что мы похохмим И, конечно же, послушаем музыку от Юрал Бенда Еще и в этом часе И, конечно же, в следующем 3850923 У нас телефонный звонок Мы вас слушаем Здравствуйте! Алло! Что-то не хотел с нами говорить, да? Сегодня Перезвоните, пожалуйста, еще 3850923 Телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда Так вот, в следующем часе Уральские пельмени В следующем часе еще Немножко больше музыки Ну и, конечно же, мы Да, еще один подарок, который мы разыграем Мы сегодня разыграем Гриль от компании Polaris Прямо такой классный-классный Что нужно было сделать Для того, чтобы получить его Зарегистрироваться Ну, то есть подписаться у нас На группы ВКонтакте На инстаграм-аккаунты Наши их два Это Комсомольская Правда И радио Комсомольская Правда Отдельно Ну и там лайки поставить И все такое В общем, случайным образом Генератором случайных чисел Я, честно, не шучу Абсолютно В конце следующего часа Ближе к двум часам дня Мы выберем победителя А пока принимаем еще один Телефонный звонок 3850923 Мы вас слушаем Алло Алло, здравствуйте Вы в прямом эфире Как-то интересно Я слышу звук на фоне Да, но не слышу ничего Добрый день Да, добрый день Как вас зовут? Евгений Евгений Хорошо Готовы ли вы ответить На несложный вопрос Я вам даже подскажу Варианты ответов По истории Радио Комсомольской Правды Готовы? Да-да, готов Смотрите Вопрос номер один Кто был самым первым гостем эфира На радио Комсомольская Правда? Три варианта ответа Евгений Ройзман Евгений Порунов Евгений Куйвышев Три Евгений Кто? Вы как тихо говорите Еще повторите вопрос Пожалуйста Кто был самым первым гостем эфира Радио Комсомольская Правда? Евгений Ройзман Евгений Порунов Евгений Куйвышев Ройзман Нет Нет Ну давайте попробуем еще два вопроса Если выиграете два вопроса, все будет хорошо. Кто вел тот самый первый эфир? Три варианта ответа. Инна Боева, Павел Филиппов, это я, или Александр Беляев? Третий ответ. Александр Беляев, точно. И вопрос номер три. Кто из губернаторов никогда не был в эфире радио «Комсомольская правда»? Варианты. Росель, Мишарин, Куйвашев или все были? Все были. Точно. Но если вообще технически говорить, то Росель в статусе губернатора уже не был. А вот вообще физически, конечно, он к нам приходил. Евгений, мы вас поздравляем. И промокод с вами обязательно скинем на ваш телефон. Мы его зафиксировали. После эфира с вами обязательно свяжемся. Хочу напомнить, что, собственно говоря, промокод от Dodo Pizza нам любезно предоставлен. Любые две пиццы 25 сантиметров можно сегодня заказать. Вот такие дела. Ну что, я думаю, что можно еще музыку немножко нам послушать. Да, Александр Павлов с танцующим оркестром Euroband к нам сейчас присоединятся. Ну а я бы хотел еще вернуться к нашим гостям из Екатеринбурга, за Алексей Гуденко и Павел Нечаев. Скажите, пожалуйста, вы, я так понимаю, не первый год работаете уже. Микрофончик берите, пожалуйста. Нарушений и вообще вызовов стало больше, меньше. Вот по вашим впечатлениям. Приходится чаще выезжать, реже выезжать. Люди стали дисциплинированнее или нет? Поговорите с нами. Уровни заявок стало больше, но характеров заявок стало больше. То есть у нас растут большие жилые комплексы, то есть это частные дома. У нас растут многоквартирники, которые используют газовые котельные на своих крышах. И их сам характер заявок стал другой. Если раньше были, допустим, только помещения с подъездами, то сегодня уже появились котельные на крышах, котельные в частных домах, в таунхаусах. То есть у нас большие комплексы жилые. Ну, я думаю, что заявок стало больше. Да, Паша? Понятно. Ребят, спасибо вам большое. И желаем нам с вами безопасности, конечно же. У вас, Мишуль, пакетик какой-то? Да, у нас есть небольшой пакетик. Мы знаем, что у вас день рождения, вам 10 лет. И Ау, Екатеринбургас, хотела бы пожелать вам хороших новостей. Спасибо. И всегда хорошего настроения. Спасибо вам. Камеру показываем. Спасибо вам, ребята. Ну, передаем слово и время, конечно же, танцующему оркестру Александру Павлову, Юрл Бэнд. Пожалуйста. Спасибо. 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 Это Юрл Бэнд, танцующий оркестр Александра Павлова. Сейчас поздравление от Олега Шиловски, генерального директора Екатеринбургского телецентра МНТК микрохирургии глаза и небольшой блиц с ним. Олег Владимирович, как сохранить зрение надолго? Надо следить за собой. Вот так просто следить за собой? И все. Каждый чувствует прекрасно, как он видит и какие у него проблемы. Если что-то меняется, надо обратиться к врачу. Как часто нужно показывать свои глаза врачу? Обращаться к врачу, как вы говорите? Я думаю, что если ничего не беспокоит, то и не нужно обращаться. То есть это может быть раз в год, может быть реже. А может быть профосмотры там, где работодатель устраивает, неплохо бы пройти. Если все в порядке, то не надо себя ничем озадачивать. После 40 лет надо давление померить. Ну как часто? Ну один раз померить и раз в год. Раз в год. Очки, линзы или лазер? Сложный вопрос. Это каждый должен для себя. Это методы коррекции. Я люблю очки. Кто-то носит контактные линзы, кто-то не приемлет ни того, ни другого. Но есть противопоказания. Если касается хирургии, в том числе и контактных линз, то есть противопоказания. Очки, но они подходят всем, наверное. Универсальный вариант. Универсальный вариант. А лазер кому противопоказан? Ну лазерная коррекция. Есть анатомические параметры определенные, когда ткань очень тонкая, например. А есть, ну так скажем, какие-то системные заболевания, при которых лучше на здоровых глазах не оперировать лишний раз. Ну системные, я не знаю. Системная красная волчанка. Тяжелый, например, некомпенсированный сахарный диабет. Ну это рефракционные операции. Другие, да, которые спасают зрение. Но те, которые коррегируют, ну зачем испытывать судьбу? Солнечные очки всем подходят? Ну, я думаю, да. А чего нет? Обязательно. То есть всем нужны, когда солнце, это вот прям… Если это мешает, то нужны, конечно, абсолютно. То есть прям строгих показаний наденьте очки, конечно, этого нет. А есть какие-то долговременные исследования? Вы знаете там возрастные изменения, такие как, например, катаракта вырастает? В отношении очков таких исследований я не знаю, честно говоря. Никогда о них не слышал, о темных. Единственное, что, ну, например, там в странах, где повышенная солнечная инсоляция, то есть там более частые, например, вот такая группа заболеваний, там у нас немножко, как говорится, другое и так далее. Ну, это не только инсоляция солнечная, тут все вместе. Тут там питание, характер, продукты там и так далее. Ну, общепризнанная, например, средиземноморская диета самая лучшая. Ну, там и солнца больше, кроме всего прочего. Что делать, если боишься врачей? Работать с этим. Надо зайти к хорошему врачу и понять, что ничего страшного, в общем-то, нет на самом деле. Ни на приеме, ни при манипуляциях. Я уже говорил много раз о том, что даже когда с тобой делают какие-то процедуры, это должно быть абсолютно безболезненно. У вас юбилей у микрохирургии был относительно недавно, вам исполнилось 30 лет, сейчас 32, да? Совет долголетия от юбиляра юбиляров. Войдем исполняться 10 лет. Надо честно делать свое дело, стараться при этом делать его действительно честно. Вот, и это главное. Как пережить ограничения, связанные с пандемией? Надо потерпеть. Все-таки, я думаю, все наладится, потому что все когда-то заканчивается и пандемия тоже закончится. Спасибо большое. 13.03 точное время в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда» 92.3 FM Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 город Серов. Группа ВКонтакте «Комсомольская правда». Ну и также вы можете смотреть нас на YouTube. Канал так называется «Комсомольская правда», «Екатеринбург», «Урал», ищите нас. И, конечно же, в Фейсбуке также идет трансляция. «Правда, музыка. Свобода» сегодня посвящена десятилетию радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Главный наш музыкальный гость сегодня – «Юралбэнд», танцующий оркестр Александра Павлова. Ну и давайте этот час тоже с музыки начнем. Александр, пожалуйста. Спасибо. «Сука IPO» «Комсомольская правда» «Комсомольская правда», «Правда». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДОДУ ПИЦА, ДОДУ ПИЦА, выбери то, что тебе по вкусу. Куриер задержался и не успел за 60 минут. Готовьтесь получить сертификат на пиццу в подарок. Я с удовольствием представляю в нашей... Ну, студии это не назвать, офисе. В нашем офисе Андрея Рожкова, уральские пельмени. Андрей, привет. А куда надо махать? А вот можно вот в одну из этих камер. Эй, 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 вот это тоже камера? Да, это тоже камера. Все камера, все, что видно. Суперстудия у вас. Я такой студии не видел никогда в жизни. Я надеюсь, это не Степ. Объясню почему. Потому что мы этот формат подсмотрели. Мы подсмотрели у американцев, у них есть National Public Radio, и они проводят то, что называется Tiny Desk Concert, когда приглашают музыканта типа Адель, например, ну, то есть мировая звезда, и она у них поет в офисе, прямо реально в офисе. И вот офисные сотрудники, как сейчас, нам поаплодируют. Поаплодируйте, пожалуйста. О, ура! Ребята, офисные сотрудники, вы не видите, но тут очень много народу, порядка 300 человек, которые выходной, сегодня суббота выходной, вышли на работу, чтобы поучаствовать в этой программе. Вообще-то нас в итоге потом посмотрят в ВКонтакте, например, несколько десятков тысяч человек. Да ладно. Серьезно, абсолютно серьезно. Эгегей, ВКонтактники! ВКонтактники. Андрей. А в микрофон же говорить, да? Желательно в микрофон, да. Андрей, у меня вопрос. Футболка, на которой нарисованы две бабули, и написано «две бабули». Я так понимаю, это два образа ваших. Это продакт-плейсмент. Я принес с собой. А что это такое? Нет, серьезно, что это такое? Это наш новый проект «Две бабули» называется. Мультсериал. Так. Да, где две бабушки. Ну, вот эти самые бабушки, вот они, видите, у меня тут изображены. Видно? Да, видно, видно. Ну, вот они обсуждают последние новости, обсуждают, ну, все, что происходит в мире. И с их высоты бабушки, с прожитых лет, можно говорить обо всем, на самом деле. Очень удобный формат. А вторая бабушка кто? А вторая бабушка Вячеслав Мясников. Как бы это его голос. Вторая бабушка поющая? А, кстати, это идея хорошая. Надо написать ей песенку. Так, все. Автусские права мои. Да, это мы сделаем обязательно. Спасибо за подсказку. Спасибо. Значит, спасибо. Разойдемся на спасибо, да? Ну, пока спасибо, потом посмотрим. Потом посмотрим. Если проект выйдет в плюс хотя бы, или хотя бы в ноль, тогда посмотрим. Андрей, радио «Комсомольская правда» 10 лет. Я не на то, что напрашиваюсь на поздравления, я к тому, что первый раз я видел команду «Уральские пельмени», не соврать бы, году в 96-м. В 93-м году было официально, считается, но у нас, по крайней мере, внутренне. Ну, вот я чуть попозже увидел, да, получается. В 93-й год, то есть получается. То есть вы вместе, вы вместе уже сколько лет? Больше, чем полжизни уже вместе. 26 лет. 26 лет. Как 26 лет эти дались? Ну, у вас ведь, правда, были изменения в команде, да? Продолжаются изменения. Продолжаются, да. Да, ну мы же молодой растущий организм, 26 лет, это же самое начало жизни, можно так сказать. Ну, молодость продлили до 35 сейчас, да, говорят? Да, так что мы еще в юношеском возрасте находимся. Ну, вы-то вот как бы дети, конечно, по сравнению. Мы-то дети, да. Мне казалось, что «Комсомольская правда», ну, как минимум, лет 20 существует. Радио. Газета существует 95 лет. Да ладно? Да. Причем, кстати, для тех, кто не знает, существовала на рубеже, по-моему, 20-30-х годов радиогазета «Комсомольская правда». Ну, тогда это так называлось, тогда не было радиоформата, отдельно выделенного, так сказать, отдельно взятого. Существовала радиогазета. А ваша программа сколько существует уже? Наша программа какая? Правда, «Музыка, свобода»? Да. Ну, скоро будет год. Скоро будет год, где-то мы весной 20-го года запустили, по-моему, это впервые. Мне тут подсказывают коллеги, да, ну, плюс-минус, короче говоря. За 26 лет, 26, да? 26 лет в команде. 26 лет уже. Слушайте, а как вы не исписываетесь? Ведь потому что, я честно скажу, периодически я посматриваю, нет-нет, да, телевизор включишь, и там идут уральские пельмени. В большом концертном зале чего-нибудь в Москве, да? Ну, в последнее время, наверное, последние лет 10 мы снимаем в большом концертном зале «Космос», который находится на проспекте Мира 150. Приезжайте на наши концерты, съемки. Это сейчас Андрей про Москву говорит. Нет, ну, скоро будут опять съемки очередные, в середине февраля. Приезжайте, билеты есть в продаже, приходите. Ну, есть определенные ограничения сейчас у нас. Шахматная рассадочка. Шахматная рассадка. Поиграем в шахматы, рокировочку сделаем небольшую, поржем, посмеемся, повеселимся. Так, вопрос. Ведь у вас, исправьте меня, если не прав, раз чуть ли не в месяц или раз в квартал выходила новая программа. Ну, по сути, в сезон телевизионный у нас сейчас выходит порядка 10 программ. Как? 10 программ выходит, плюс еще дополнительно выходит 2, 3, 4 спецвыпуска. Ну, там, то, что не вошло в эфир, собираем отдельным программом. То есть порядка 14, наверное, программ. Как у вас на это хватает? Ну, вот так вот. Такие условия жесткие нам поставили на СТС. Сказали, вот так, либо никак, либо идите на завод работайте. А мы на заводе уже не работали 26 лет. Я 26 лет назад на заводе спал на верстаке. Мне уже как-то, ну... А сейчас на репетициях? Сейчас верстаки другие, не такие удобные, не такие мягкие. Не поспишь. Уже не поспишь. Везде видеонаблюдение. Да, надо работать сейчас. А все-таки у меня вопрос. Как вы пишете, как этот творческий процесс происходит? Я не знаю, можно его назвать творческим или нельзя назвать творческим? Или это, знаете, когда это выходит в серию, в тираж, творчество уже, может быть, умирает? Что-то в этом роде. Серьезное? Трансформация серьезная произошла, конечно, в написании сценариев, юмора, шуток. Если раньше, на заре, там, наши, в самом начале программы мы писали на листочках, ручкой, шариковой ручкой, передавали листочки по свистку, так пишите. Каждые 10 минут была передача, ну, это так называемый мозговой штурм. Потом эти листочки переписывались от руки, писали сценарии, потом эти сценарии переписывались через копирку. Ну, то есть, не было даже возможности распечатать, не было копиров тогда. Сейчас, конечно, все по-другому, сейчас уже там со смартфона все это можно делать. И мозговые штурмы, так называемые, проходят уже в другом совершенно виде. Просто так же, как мы с тобой, с вами, можно? Можно на ты. Да, с тобой вот сидим вот так, я на мягком диване, ты на твердом кресле. Если ты молодой автор, еще не оперившийся, а я уже пожилой, видавший виды. Я полулежа, с чашечкой кофе, накидываю тебе какие-то темы актуальные. А я не успеваю записывать даже. А ты не успеваешь записывать даже. Так, так, Андрей Рожков пьет кофе. Вот в таком виде сейчас происходит написание. Андрей Рожков отпил кофе. Смотрите, ну, серьезно, я про, опять же, изнанку процесса хочу понять, потому что на сцене, я, кстати, уральские пельмени и фотографировал, он мне был там, я имею в виду, во время ваших шоу, ну и так далее. Где эти фотографии? Я был за кулисами. Они сданы. Куда сданы? Нитиевскому. КГБ, ФСБ, куда? Куда тоже, туда тоже, кстати, да. Так вот, значит, вы садитесь, и, как говорится, пока там петух не пропоет, вы не выходите из комнаты, да? То есть вам нужно написать какую-то программу. Нам нужно написать программу. Конечно же, привлекаете авторов еще. Мы привлекаем авторов, это не секрет, но привлекаем как авторов? Это, по сути, уже наши авторские группы, которые с нами. То есть они ваши уже привлекают? Ну, у меня вот авторская группа, которая вот сегодня, кстати, заехала на базу авторскую, уже пишет, а я с вами здесь развлекаюсь. А надо было мне там сидеть с ними. Я тут как-то несколько лет назад был на базе, где вы, видимо, писали ваши тексты, и видел, как... Почему, видимо, писали наши тексты. Видел, как потом, так сказать, ваших коллег вы носили после написания текстов? Ну, это редко такое бывает. Есть такие группы, которые у нас любят писать, как бы, и параллельно, еще и, как бы, получать удовольствие от написания. Писать и получать удовольствие? Да. Понятно. Это процессы параллельны в вашем случае? Наша группа не такая. Наша группа, она чисто пишет. Пишет, 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 переписывает, пишет, переписывает, пишет. А где вы, как и где вы берете темы? То есть, как это происходит? Вы, ну, там, живете обычной жизнью, что-то фиксируете на бумажку или, там, в смартфон? Да вот темы, как бы, ситуации какие-то, которые возникают, ну, по ходу жизни. Вот сейчас я к вам ехал на эфир, встрял в пробку и увидел свадебную процессию. Что пришло в голову? Ну, не знаю, просто визуально очень веселая процессия, как бы, ребята, видимо, молодые, еще. Видно, что небогатые машины, пятерка, семерка, я не видел таких машин давно. Не БМВ. Обвешаны фантиками, нет, не БМВ, нет, фантиками, какими-то лентами. Сама картинка интересная, можно что-то придумать по этому поводу, как вот молодежь сейчас женится. Супер, супер. Я, я, это сейчас, только идея маленькая, которая потом может обрасти, а может и не обрасти. Я, опять же, говорю, что был на нескольких ваших шоу, и вы довольно сильные импровизаторы. То есть, ну, я, потому что, серьезно. Я вот сейчас импровизирую, у меня, вот, вы по тексту сейчас работаете, а я импровизирую. Я-то по тексту, конечно. Да. Вопросы у вас прописаны, а я отвечаю импровизацией, импровизирую просто. Ответы только ваши. Значит, вопрос в следующем заключается. Потому что я знаю, что эти номера я видел несколько раз. Где-то что-то пошло не так, ребята раз взяли и импровизировали. А как вы друг друга чувствуете, как это происходит? И, ну, я не знаю. Ну, это началось давно, еще когда мы играли в КВН. Мы тогда заметили, что номера, которые написаны, допустим, там, к определенной программе, к игре, и привезенные на игру, редакторы обычно их зарубали, там, процентов на 90. Ребята, это материал плохой. И мы с большой, с горячей головой всю ночь до 7 утра все это переписываем. Это ужасно. А номера, которые мы, как бы, написали, и, допустим, где-то смогли их показать, опробовать на каких-то играх местных, либо на каких-то там гастролях небольших, которые у нас там тогда были, на бесплатных выступлениях, так скажем. И уже, ну, как бы, перелопаченные, переработанные получались, как бы, нормальными, живыми. Живее, да? Живыми, и мы их привозили в Москву, и редактора говорили, какой хороший номер. Где вы его взяли? Мы сами. Правильно ли я понимаю, что Екатеринбург становится зачастую площадкой экспериментальной, как раз и для обкатки ваших номеров? Именно так и есть. Екатеринбург — это первый зритель, наш самый любимый зритель Екатеринбурга, на котором мы вываливаем вот все то, весь тот фарш, который мы тут перекрутили, и потом уже этот фарш обрастает мясцом. Фарш обрастает мясцом. Мясцом обрастает, обрастает тесцом. Тесццом. Тесццом. Получается вот те самые пельмени, которые вы видите уже в эфире на телевидении. А чем вы шутить не будете никогда? Ну, наверное, о человеческих несчастьях, наверное, не будем шутить. Ну, все равно, мы не знаю, там, помимо несчастья, это понятно, да, чисто человеческие темы ясны, но какие-то темы, которые мы такие, не-не-не-не-не, об этом не будем лучше. Да нет, у нас нет такого, на самом деле шутим, просто эти номера потом не входят в программу телевизионную, но мы их потом используем, мы выкладываем их в Ютубе, используем где-то на концертах, на гастролях. Как это называется? Директор Скат, режиссерская версия, да? Я вот, я сейчас вспоминаю, у нас прекрасный номер был, я сейчас расскажу его, а почему нет? Соло от Андрея Рожкова. Да, просто информация прошла, что Владимир Владимирович Путин получает зарплату официальную 132 тысячи 800 рублей. По-моему, в комсомолке даже это было написано. Не исключено, кстати, да. Мы такие, нифига себе, ну это было года 4-5 назад, наверное, больше. Ну такая хорошая зарплата по тем временам, думаю, нифига, хорошо человек живет. Ну и мы придумали такую сценку, как Владимир Владимирович приходит в Кремле в кассу получать зарплату. За ним как бы все министры там, вот, и очень смешные шутки получились, такие прямо, ну, прям очень смешные и добрые, самое важное. Понятно. По-доброму. По глазам вижу, что добрые. То есть я играл Владимира Владимировича, я подхожу к кассе, там Юля сидит как бы кассиром, говорит, здравствуй, Юрий Владимирович. Да, здравствуйте. Он говорит, ну что у меня, как у меня сегодня? Говорит, ну у вас, как обычно, 138 тысяч 300 рублей. Ну, у вас еще тут вот 300 рублей за костюм стерха вы еще платите. Ага, да, что еще? Ну вот, из него какие-то вычеты идут. Вот ему остается там совсем немножко денежек. Хороший номер, мы его потом на концертах очень много показывали, люди очень воспринимали его хорошо. А в телеверсии его не было, до сих пор его не показывают. Видимо, считают, что он чем-то может обидеть нашего главнокомандующего. Да он не знает просто, что такие. Да он не знает, что такие. Да что он такие деньги получает огромные. Ладно. А юмор-то хороший, добрый, честный. Да, добрый не бывает. Музыка у нас, правда, музыка свободна. Опять музыка. Опять основа. Ребята, вы красавцы вообще. Вообще, герл-бенд, танцующий оркестр Александра Павлова. Ну что, давайте послушаем музыку уже. Андрей попьет кофе. А я... Потанцую? Да, потанцую, да. Герл-бенд, танцую, да. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Юралбенд «Танцующий оркестр Александра Павлова» Спасибо вам огромное, наши спонсоры, наши партнеры. Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», созвездие профессионалов. Екатеринбургаз на страже вашей безопасности 24 часа в сутки. Наш партнер «Додо Пицца». Заказ можно совершить на сайте или через приложение «Додо Пицца». Выбери то, что тебе по вкусу. Куея задержался и не успел за 60 минут. Готовьтесь получить сертификат на пиццу в подарок. Еще чуть позже мы сегодня разыграем гриль. Вон там стоит гриль от компании «Полярис». Между прочим, да. Есть у вас гриль, Андрей? Андрея Рожкова, я спрашиваю. У меня есть гриль. Что вы им делаете? Грилю. 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 И получается... Загриляю. Загриляю. Понятно. Слушайте, а у вас набор в команду идет? Ведь она модифицируется. Я не то чтобы для себя спрашиваю, вы поймете. Да, микрофончик вот здесь можно взять. Да, дело в том, что набор идет постоянный. Но как, он такой перманентный. Как вы отсматриваете мальчиков-девочеков? Не отсматриваем мы никого. Просто к нам приходят иногда люди интересные, а мы с ними общаемся. Вообще, вот последний раз, последний раз к нам в команду попали вот три молодых человека, два молодых человека, одна девушка, на сцену вышли. Это, по сути, наши авторы, которые с нами работали до этого 10 лет. То есть вы их стали выводить в люди? Мы, да, мы не то что выводили. Они родились в этом коллективе и взрослели, взрослели, взрослели. И вдруг оказалось, что они еще неплохие ребята и на сцене. Вот и все. Но вы в постоянном поиске, находитесь, если что? Да не находимся мы в поиске, просто так получается. Я имею в виду, падает глаз на кого-то. Думаете, неплохо. Хорошо. Нет, такого нет уже. А как стать вашим райтером, автором? Присылайте нам свои произведения. Лучше короткие миниатюры. Потому что присылают прямо на 40 листах. Такие, знаете. Драматургии. Драматургии. Не всегда есть время это все прочитать. Но мы постараемся все прочитать и, конечно, ответить. Многие даже потом пишут, ага, вы взяли у нас идею, своровали, вы показали номер. Но идеи на поверхности летают обычно. Вот, их там можно по пальцам перечесть, все идеи там. Собственно, 26 лет вы на этом и живете. Я понимаю. Да, 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 да. Сосед, соседка, теща там и так далее. Все, что у нас разрешено там в нашем семейном формате. Конкуренция на рынке юмора. Назовем его так, да, рынок юмора. Но я имею в виду, что конкуренции стало очень много. Есть и стендап сейчас, и КВН, собственно, продолжают свою работу. Есть и для тех, кто постарше, ну, условное кривое зеркало и аншлаг. Как в этом работает, я понимаю, что вы-то нашли свою нишу. Но ведь на нее постоянно норовить кто-нибудь залезть, так, знаете, заступить. Нет, ну мы же не замороженные, как бы, да. Мы же растем. Когда мы начинали, нам было по 20, по 25 лет. Сейчас нам уже по 50 всем. Да ладно. Через 10 лет, мне 50 будет в этом году. Через 2 месяца. Юбилей! Юбилей! Радио Косомольская правда 10, Рашкова 50. Чувствую я себя на 25 все равно. Вот. А на наше место приходят 20-летние, 25-летние. Мы освобождаем, на самом деле, нишу, в которой мы были 20 лет назад. Даже 10 лет назад, в которой мы были нишу, мы ее освобождаем. Приходите, занимайте. А вот те, кто сидел 50-летние, вот мы приходим на их место. Побойтесь! Бога. Бога и Петросяна. Как вы поступаете, у нас 30 секунд буквально, когда вы понимаете, что пишется какая-нибудь миниатюра, а без крепкого словца не обойтись просто здесь. Вот оно уместно. Ищем, ищем, да, замену крепкому словцу. Ищем. И находим. Великий могучий русский язык. Можно обойтись без крепкого словца. Это «Правда, музыка свободна» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжим буквально через несколько минут. Андрей Рожков, «Уральские пельмени». Также с нами «Юралбенд», танцующий оркестр Александра Павлова. Сегодня, 10 лет назад, радио «Комсомольская правда» впервые вышла в эфир в Екатеринбурге. Оставайтесь с нами. 13.33 в Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда», Екатеринбург 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6 и Серов 89,5. Также смотрите нас в Ютьюбе, Вконтакте и, конечно же, на Фейсбуке. «Правда, музыка свобода» сегодня 10 лет исполняется радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. С вами сегодня Павел Филиппов, Андрей Рожков, «Уральские пельмени». «Эггегей». «Эггегей». И танцующий оркестр «Юралбенд» Александра Павлова. Ну и, собственно, в очередной раз мы начинаем с музыки этот эфирный блок. «Эггей» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юролбэнд, танцующий оркестр Александра Павлова, Александр, вы не уходите, подсаживайтесь к нам, все равно поговорим сейчас с вами. Два слова о наших партнерах. Это Екатеринбургский центр МТК микрохирургии глаза. Искусство возвращает зрение. Екатеринбург ГАЗ на страже вашей безопасности 24 часа в сутки. Наш партнер ДОДО ПИЦА. Заказ можно совершить на сайте или через приложение ДОДО ПИЦА. Выбери то, что тебе по вкусу. Курьер задержался и не успел за 60 минут. Готовьтесь получить сертификат на пиццу в подарок. Шепот, который вы, может быть, сейчас слышите, это Андрей Рожков перешептывает с Александром Павловым. Александр, во-первых, спасибо вам огромное за музыку сегодня. Это просто, я не знаю, цензурное слово, наверное, будет офигенно. Спасибо большое. У вас такой попсовый репертуарчик, да? Ну, такой околопопсовый. А вы такие серьезные все в костюмах, в ливреях фактически. Как так, как это сочетается все? Нет, у нас очень много костюмов, у нас 6 вариантов формы одежды. Просто этот самый удобный для работы в помещениях. Он такой легкий, новый причем. А программа, потому что, вы знаете, вы нас поймали на такой волне. Как вот тоже Андрей. Мы сейчас готовим программу, которая называется поп-энд-диско. То есть мы готовим программу, которая является танцевальной программой. Честно говоря, она, конечно, не февральская. Она была у нас заявлена ноябрьская. Ну, помните, там была самая такая волна пандемии. И люди купили билеты, и мы принесли концерты с ноября на февраль. И вот эта программа, танцевальная программа, сегодня я вообще слышал очень много попсовых произведений. Вот «Земля, ветер огонь» прозвучало пять произведений. Это как оркестровые заставки нашего концерта. И вот это 17 февраля в Центре культуры «Орал» по 8 вечера. Приглашаем всех, будет здорово. Наша программа «Поп-энд-диско». Мы приглашаем, так сказать, всех потанцевать. Мы надеемся, что наконец-то наступило это время, когда можно потанцевать, подвигаться. Ну и все, что связано с нами всегда очень весело. Бодро, как у уральских пельменей. Пандемия уже по вам тоже прошлась таким катком, наверное, да? Не то слово. Сейчас с нами сколько музыкантов? Да, вот это вы видите не «Оралбэнд». Вот вы знаете «Оралбэнд». «Оралбэнд» — это антрепризный коллектив, который работает. А это «Екобэнд». Дело в том, что да, 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 да. Когда вот наступила пандемия, буквально остались со мной 10 человек, которые в штате. И я был вынужден, я в жизни занимался аранжировкой. Вот я в жизни не писал. Вот такая ситуация. Я взял в руки карандаш, грубо говоря, и начал писать для малого состава. И все, что вы сейчас видите, это написано во время пандемии за этот год, грубо говоря, для состава. Ну, в данном случае 12 человек. Мы добавили двух человек. Вот этот малый состав клубный проект. Но, говорит, что-то делать было надо, потому что «Оралбэнд», к сожалению, завязан на крупных мероприятиях. Мы же завязаны на дни городов, так сказать, на праздники, связанные с большим скоплением народа. Наша тематика. Мы не можем по-другому. И, к сожалению, «Оралбэнд» пока ждет, ждет начало массовых мероприятий. А «Екобэнд» работает у вас. Мы так подумали, «Оралбэнд», «Урал» — это большое, «Екобэнд» — это малое. Если мы вас будем продолжать называть «Оралбэндом»… Ну, это бренд, конечно. Нет, конечно, это бренд. Просто мы, понимаете, почему подумали? Мы подумали, что, наверное, необходимо эти разделить понятия. Мы думали, давайте будем «Оралбэндом». Люди скажут, так, подождите, «Оралбэнд» — это 30 человек, а у вас тут 12 всего. Поэтому мы подумали, что, чтобы не было путаницы в головах у людей, большой — это «Оралбэнд», а вот небольшой — это «Екобэнд». Андрей Рожков. А можно я вам задам вопрос? Если уж так пошла такая тенденция, может сделать еще «Химашбэнд» из трех человек? И я уверен, что «Химашбэнд» вас воспримут на ура вообще. Андрей, шикарная идея. Как музыканты делятся лучше на троих? Еще идея. Я предлагаю сделать «Уралмашбэнд» и «Эльмашбэнд» и их столкнуть лбами какой-то. Баттл между бэндами. Джем, джем. Челябинскбэнд, Тюменьбэнд, Пермбэнд и уже потом «Урфобэнд», понимаете? А «Урфобэнд» уже, ну вы же понимаете, объединение, сила в объединении. Андрей, ты вот так совершенно случайно назвал мою мечту. Это, в принципе, самое смешное, друзья мои, мы это видели много раз, кто постарше, но это спирамайская демонстрация. Все это было, и все эти «Уралбэнды», «Химашбэнды», они все были, они все стекались на площадь пятого года, и люди были заняты делом. Я всегда по тебе, я ратую не за чисто духовое мастерство, культуру и искусство, я ратуюсь за то, чтобы молодые люди занимались делом. Все-таки эта работа, она очень тяжелая. Я вот тоже работаю сейчас с духовым оркестром детским, потому что этим делом очень серьезно. Да, кстати, да, потому что Светлана Учайкина, министр культуры, которая была в предыдущем части у нас, упомянула так ваш детский оркестр. Это что за предприятие? Ну, приходит время, когда ты сидишь или теряешь волосы, начаешь понимать, да, что в принципе что-то необходимо оставить, чему-то научить детей. И вот это последняя наша тенденция, мы стали заниматься детьми, «Уралбэнд», мы набрали оркестр «Уралбэнд Юниор», который базируется в центре до образования «Социум» Кировского района. А насколько юниор? А вот на сколько школьники? То есть мне говорят, ты сколько со стрельки берешь? Я говорю, уже может держать трубу берем. У нас мальчик есть, вот он вот такого роста реально. Он ноги ставит на чемодан, чтобы играть. Но он уже играет у нас, да, потому что я считаю, что если молодой человек взял инструмент, может его носить, он уже может его играть. И у нас, ребята, мы принимаем всех школьников, всех, кто хочет узнать, очень легко найти в интернете. «Уралбэнд Юниор», центр до образования «Социум» Кировского района. Ну, приходите, мы два раза в неделю занимаемся. Но это уже системная ключевая задача. То есть мы воспитываем молодежь. Я мечтаю сделать сеть таких оркестров. Я мечтаю сделать еще в академическом районе. Он пока обделен такими коллективами. То есть это моя мечта. Вот о чем сказал Андрей. Вот реально, друзья мои, я об этом мечтаю. Мастерство, как передавать собираетесь. Серьезно. Можно я расскажу историю своей жизни? Она такая очень интересная. У меня трудовик был в школе. Так, это уже... Трудовик-духовик. Ну, то есть он был увлеченным человеком. Обычно бывает трудовик-буховик. Ну, ладно. Это тоже самое. Это было. Но я когда первый раз зашел к нему в мастерскую, видел, там у него медные трубы. Просто все завешено. Рубанки внизу, а сверху трубы. И он жил в соседнем дворе от меня. И раз в неделю я как бы слышал. Потому что он открывал окно, доставал трубу. Не знаю, что-то там приходило к нему вдохновение. И он начинал просто трубить на весь район. Та-ра-ра-та-та-ра-ра. Что-нибудь такое. Это было великолепно. Но до сих пор, я считаю, многие химашицы помнят этого человека. Вспоминают его с теплотой. Это был центр культуры, маленький микроцентр, который всех своей великолепной игрой поднимал настроение всем. Вы-то как мастерство свое будете передавать? Я понимаю, что сейчас много молодых, которым не надо ничего передавать, они сами захватывают это плачет. Ну, серьезно, абсолютно. Ну, я просто знаю, что есть много коллективов детских по России, школьных, КВНовских, которые берут наши сценки, играют, присылают. Адаптируют для себя, да? Адаптируют, присылают. Но для меня это уже есть такой некий элемент воспитательный. Я понимаю, что сценки-то неплохие, они там есть много со смыслом, с моралью какой-то. Пусть играют, я не против. А вот мне кажется, что, в принципе, Андрей Скруничает, но я думаю, что пора ему же опыт передавать. Вот о Калиде разговаривали в первый час, он же проводит фестиваль для своих учеников, для юношей. Я думаю, уральские пельмени вошли в такой возраст, который уже пора курировать КВН в том числе. Хочу сказать, у Калиды еще есть... Минуточку, да. У Калиды еще... Погодите, дайте еще пожить, еще лет десять. У Калиды же еще есть центр современной драматургии, и в том числе для детей. Да, в том-то и дело, я тоже об этом, да. В принципе, наверное, это очень актуально, в последнее время стало. Дело в том, что действительно, вот я всегда яркий пример привожу, ну, своим музыкантам рассказываю. Вот взять двух ребят-близнецов, можно по спорту, мы возьмем по спорту, да. И один, например, будет играть, ну, там, у нас в Екатеринбурге, ну, где-нибудь, да. А другой, например, в Чикаго, Блэк Холл, США, да. И вы удивитесь, что один станет шикарным баскетболистом, а второй, так сказать, ну, не совсем. То есть уровень, с которым сталкивается ребенок, принципиально важен. Для него это естественный уровень. То есть ребенок видит мастера, и для него это нормально. И вот чем больше мастеров вот такого высочайшего уровня будет передавать свой опыт, тем лучше для наших детей, для нашего развития. Поэтому я и призываю мастеров своего дела не стесняться работать детьми. Александр. Ну, вы же сейчас намекали на то, что в Чикаго человек будет. А у нас он станет звездой. Потому что у нас мастера-то все хоккея. Александр, спасибо большое. Мы вас отпустим. Вы нам еще сыграете произведение, надеюсь, какое-нибудь, да. А с Андреем я, Андрей, хочу спросить. Вы постоянно живете, ну, и большинство уральских пельменей живут в Екатеринбурге постоянно, да? И это, кстати, уникальная вещь, потому что чаифы здесь, ну, там, условно говоря, каледа здесь. Чаифы здесь, каледа здесь, пельмени здесь больше никого нет, все уехали. Почему вы остались? Я имею в виду, что вас здесь держит в Екатеринбурге? Потому что, смотри, не каждый город все-таки может похвастаться тем, что у него живут, ну, там, несколько хотя бы звезд. Ну, давайте так, давайте не будем называть там звездами нас. Да чего уж, ладно. Да ладно, ну что, обычные ребята. А может быть, если... Я, на самом деле, в свое время поехал в Москву жить, работать, я 7 лет там проработал, достиг определенных там моментов в своей жизни, что-то для себя понял, вернулся домой. И вот уже, наверное, тоже лет 7 живу в Екатеринбурге, ни секунды не сожалею о том, что я вернулся. У нас прекрасный город, у нас замечательные люди, у нас есть куда приложить свои умения, таланты. В Москву самолет, поезд, автомобиль не проблема. Да, они являются проблемой. Тем более сейчас там авиабилеты есть совершенно, недорогие лоукостеры, ты можешь летать там раз в неделю в Москву, не проблема. Многие, на самом деле, я знаю, что так и делают. Из Питера летают в Москву на работу, из Екатеринбурга или в Москву летают на работу. Вот, ну все-таки, мне кажется... Из Березовского ездят там. Есть, из Березовского летают в Екатеринбург. Где родился, там изгодился. У меня такое... Но ведь мир по другим сейчас правилам живет. Мир раскрыт вообще для нас, мы можем передвигаться спокойно. Ну, понятно, сейчас пандемия немножко нам закрыли ворота, но, в принципе, ты можешь быть сегодня здесь, завтра там. Никто тебе это не запретит. Быть везде в один и тот же момент. С нами сегодня, как нас исправил Александр Павлов, Екабенд. Так? Да. И как раз-таки они у нас сегодня отвечают за музыку. В «Правде, музыка, свобода» «Правда, музыка, свобода» называется программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» сегодня исполняется 10 лет. И новое произведение от Екабенда. «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» «Комсомольская правда» Екабенд, оркестр, танцующий оркестр Александра Павлова. Спасибо вам огромное. И аплодисменты от офиса, конечно же. 10 лет радио «Комсомольская правда». Павел Филиппов, Андрей Рожков из «Уральских пельменей». Мы сейчас, кстати, перейдем еще к одному нашему розыгрышу. Мы обещали разыграть гриль-пресс от швейцарского бренда «Поларис». Вот. Но, Андрей, как бы я знаю... Еще и гриль, еще и пресс. Конечно. То есть, пресс от этого не вырастет в нужном, так сказать, качестве. Я о чем хочу спросить. Начинающий журналист спрашивает у звезд о творческих планах. Что вы собираетесь делать дальше? Вы же не начинающий журналист? Я не звезда. А о чем речь тогда? Вообще не понимаю. Да, не о чем говорить. Что дальше? Что вы готовите? Поделитесь, чего ждать вашим фанатам. Причем у вас, я знаю, есть прямо такие преданные поклонники, сидят сутками вас смотрят. Серьезно. Абсолютно. И в Ютьюбе, и везде. Кошмар. Ужас. Займитесь делом, люди. Ну, мы готовим, как я уже сказал, проект мультсериал. Вот эти две бабули. Да, пожалуйста, две бабули. Рожков, Мясников. Скоро, да, скоро выйдет пилотная серия. Ну, мы пилотные уже сделали. Четыре серии, они сделаны не очень качественно, насколько мы смогли. Сейчас пытаемся довести до уровня определенного качества. А будет порядка десяти серий, я надеюсь. Все у нас будет хорошо. Достаточно серьезный проект, достаточно дорогой для нас. Это телевизионная история, да? Это Ютьюб-программа, Ютьюб-проект. Готовим также полный метр. Ну, сейчас... Полный метр, это в смысле фильм. Полный метр фильм, интересный фильм. Будет планируем снимать здесь, у нас, на реке Чусовой. Фильм про взаимоотношения отцов и детей. Такой хороший, с моральными какими-то правильными моментами. Надеюсь, все у нас получится, и летом войдем в съемку. Надеюсь. Это я так пока держу. Нельзя делиться планами такими далеко идущими, но я делюсь, потому что уже... Слушайте, не могу не спросить. Я увидел бабули, меня что-то торкнуло. Были же две эти новые русские бабки. Были. Да, не боитесь параллели. Да, они до новых русских бабок еще были прекрасные. Маврикашна, Никитична. Да, кстати, да. Вообще, мне, конечно, больше нравятся те старые, те еще бабули. Я смотрел их с удовольствием в детстве. Я просто кайфовал от их миниатюра. Но они были интеллигентными очень такими. Да. Тут да, соглашусь. Мы другие. Не то, что нынешний плен. Да, мы другие. Мы немножко более современные. У нас бабки обсуждают современные новости. Ну, как и любая бабушка, которая... Бабушки, которые сидят на лавочке возле подъезда, они обязательно обсуждают животрепещущие. Вот там молодежь, куда пошла там на митинги, там про Навального обязательно, про Путина, про всех. Они все обсудят обязательно. Про дворец-то будете шутить? Про дворец обязательно пошутим. Ну, как... Ну, не только пообсуждаем, так скажем. Почему нет? Это же бабушки. Им все можно. А, кстати, еще Рева был прекрасной бабушкой. Бабушкой был Рева, да. Он до сих пор говорит мне предстоящие... А, Андрей, это же ты у меня взял бабушку. На самом деле, я был первой бабушкой. Это он у меня скопировал бабушку. Саша, привет. Первая бабка на деревне, Андрей Рыжков. Я был первой бабушкой. Ты был второй. Не ври. Никому не ври. Не обманывай себя. Ну, давайте мы тогда все-таки к нашему розыгрышу. Я просто хочу напомнить. Так-так-так, что там у нас за розыгрыш? Хочу напомнить. Значит, мы сегодня разыграем в честь десятилетия радио Комсомольская правда электрический гриль-пресс от швейцарского бренда Polaris. 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 Победителя мы выберем прямо сейчас, в прямом эфире нашего проекта «Правда, музыка, свобода». Что нужно было сделать? Нужно быть подписанным на группу Комсомольская правда Екатеринбург, kp.ru, и две страницы в Инстаграме. Это «Уралрадио КП» и «КПЕКБ». То есть, ну, страницы радио и страницы, собственно говоря, нашего филиала, нашей редакции. Сделать репост записи на своей странице ВКонтакте, указать в комментариях вашу страницу в Инстаграме, ваш аккаунт, чтобы мы смогли проверить условия розыгрыша, что вы, соответственно, там у себя сделали перепост. Ну и победитель определяется случайным образом с помощью приложения в прямом эфире радио Комсомольская правда прямо сейчас. Давайте стартовать. Вот мы, чтобы Андрей тут свидетель, Андрей Рашков. Андрей Рашков, весь ЕК-бенд во главе с Александром, по-моему, свидетелей. И вы, конечно же, наши слушатели, зрители, свидетели. Крупным планом мы сейчас дадим картинку в транссайцию, конечно же. То есть, вот мы совершенно, мы честно, честно, вот те крест не знаем, кто выиграет у нас. А сколько участников есть? Участников что-то около столь у нас, по-моему, успело зарегистрироваться. Словия же очень жесткие. Это надо зарегистрироваться на трех сайтах. Это надо... Ох! Да, поехали. Давайте попробуем, посмотрим, кто же у нас выиграл. И прямо сейчас и объявим этого самого прекрасного человека. Так, условия вылетели у нас. Так, что там дальше? Получаем всех участников вот так. Оп, 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 пошел. Марина Янгирова выиграла у нас сегодня гриль-пресс от бренда Polaris. Нет? Еще не выиграла? Супер. Да, проверим условия сейчас, проверяем. Ищем Марину Янгирову. Так, раз, два, три. Все ли условия соблюла? Да, ну, вроде бы все. Вроде бы там... Пожелаю уже. Марина Янгирова. Потирайся руки свои? Так, 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 так. Причем сейчас просматриваем страницу. Вот он, репост с фотографией Андрея Рожкова еще без брады. Еще фото человека лысого. Да, это Роман Поставалов. А, это он? Да. Говорят, что да. Говорят, что да. Так, смотрим ее инстаграм-аккаунт, да? Да. Ищем инстаграм-аккаунт Марины Янгировой. Так. Так, это мы сейчас что, раскроем личность полностью? Так нельзя же так делать. Мариночка, извините нас. Мы же не говорим о ее адресе. Но на кону гриль-пресс. Гриль-пресс Polaris. Да, Polaris, между прочим. Иначе никак. Да, смотрим. Ох, хочется уже поскорее на гриль попасть. Хочется уже пожарить в этом гриле. Да, 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 да. Так, смотрим, смотрим. У нас совсем мало времени осталось уже. Но, насколько я видел, там все-таки выпали. Да, ее, эти самые аккаунты. Ну, все равно сейчас проверим. Вот она, Марина Янгирова. Строга. А, как вы хотели, конечно. Это вам не это. Так, подписалась. Подписалась. Отлично, все. Браво. Марина Янгирова. А фанфары сегодня обеспечивает нам ЕКБН с Александром Павловым. Такие фанфары, что и как будто не гриль вручают, а квартиру в центре Екатеринбурга. Ну, ЕКБН до начала. Нам будет еще и 11 лет, и 15 скоро когда-нибудь, и 20 и так далее. Спасибо огромное. ЕКБН от Александра Павлов. Андрей Рожков, «Уральские пельмени». Меня зовут Павел Филиппов. Андрей, 20 секунд буквально. Скажите пару приятных слов. Ребята, будьте здоровы, не болейте, занимайтесь спортом, улыбайтесь, смотрите «Уральские пельмени» и слушайте «Радио КП». И смотрите тоже. Отлично. Ну и, конечно же, оставайтесь настроенными на наши частоты в городах Вечания в Свердловской области. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов. Меня зовут Павел Филиппов. Не переключайтесь. Правда, музыка, свобода будет с вами еще долго. Оставайтесь с нами. Эгэгэй! Правда. Музыка. И не забывайте про Екабенд. Свобода. Екабенд, приглашайте на мероприятие. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург, 92,3 FM.